Честно, я иногда не понимаю дизайнеров, откуда появляется мода на те или иные вещи. Но в этот раз задумка мне понравилась, и я решила воплотить похожую идею. Сегодня я пошагово покажу, как можно шить свитшот оверсайз «Выкройка будет с корсетом». Это та самая перчинка, которую многие стилисты воплощают в повседневной одежде. Для пошива такого свитшота я использовала трикотаж, а также кашкарсе для манжет и для горловины. Для построения выкройки свитшота мне понадобилась всего одна мерка – обхват груди. На одном чертеже строится выкройка переда и спинки, они отличаются вырезом горловины, а затем отдельно строится выкройка вточного рукава. Припуски уже включены. Для тех, кто не хочет конструировать, вы можете скачать готовые выкройки всех размеров, ссылку на которые я оставляю под этим видео. Из контрастной неоновой ткани я нарезаю полоски шириной 1,3 см, для того, чтобы сделать на свитшоте очертания корсета. Полоски можно сделать из основной ткани, и тогда рисунок не будет виден. На свитшоте будет лишь легкий силуэт корсета. Я располагаю полоски в соответствии с рисунком, который есть на выкройке, закрепляю полоски булавками, продеваю полоски так, как я считаю нужным. Можно их сделать по-разному, то есть можете нарезать полоски, можете сделать, как делаю я, то есть загибать их в уголках. И вот такой у меня рисунок получается на переде и на спинке выкройки. Пришиваю полоски на машинке, при этом строчка у меня проходит ровно посередине полоски. Как видите, я шью по булавкам, то есть угла в булавке не застревает, она соскальзывает с нее. Главное булавки расположить перпендикулярно. У меня уже готов рисунок на переде и спинке. Дальше я накладываю детали друг на друга лицом внутрь и соединяю по плечевым срезам. Соединяю так, чтобы у меня сошлись также полоски на корсете. Если у вас нет оверлока, вы можете сначала стачать, то есть соединить строчкой на машинке, а затем обметать срезы на зигзаге, то есть используя строчку зигзага. Так как у меня есть оверлок, я сначала стачиваю на машинке, а затем обметываю края оверлочным швом. Также эту операцию можно полностью сделать только на оверлоке. Затем я заутюживаю припуски в сторону переда. Раскладываю выкройки так, чтобы у меня оказалась пройма открытой. Далее накладываю друг на друга выкройки лифа и рукава. При этом соединяю точку центра рукава с плечевым срезом и начинаю соединять детали между собой по пройме. Ну и далее, как обычно, соединяю детали сначала на машинке прямой строчкой, а затем срезы обметываю на оверлоке. Заутюживаю припуски по пройме в сторону низа рукава. Как видите, я всегда пользуюсь при работе гладильными подушками. Они очень облегчают мне процесс глажки и ВТО. Я их изготовила самостоятельно и снизу этого видео я оставлю ссылку на выкройки этих подушек и подробный пошаговый мастер-класс. Обязательно делайте себе такие швейные помощники. Складываю свитшот на изнаночную сторону и начинаю соединять детали по боковым срезам. При этом у меня соединяются также детали рукава. Соединяю точки, как видите, в пройме у меня должны сойтись и также должны сойтись низ свитшота и низ рукава. Продолжение следует... Заутюживаю припуски по боковым срезам в сторону переда. Далее я выкраиваю для обработки низа свитшота, низа рукава и среза горловины выкройки манжет. Размеры этих выкройков вы сейчас видите у себя на экране. Складываю выкройки пополам и соединяю их по боковым срезам. Выкройка манжета низа свитшота у меня состоит из одной детали. Но если у вас не хватает ткани, вы также можете выкроить две детали прямоугольника с размерами, которые вы видите на экране. Для того, чтобы соединить манжету низа и сам свитшот, я складываю манжету низа свитшота пополам и делю ее булавками на четыре равные части. Субтитры сделал DimaTorzok Также на четыре равные части я делю низ свитшота. Но здесь роль этих контрольных точек у меня играют боковые швы и середины переда и спинки. Затем я соединяю эти точки между собой, то есть совмещаю точки середин манжеты и середин переда и спинки. Обратите внимание, что шов манжеты я оставляю на боковых срезах. В итоге у меня получилось четыре точки, по которым соединены детали между собой. Но таких булавок можно поставить больше, что я и сделала. И вот такие волны у меня получаются между булавками. Теперь мне нужно пришить манжету к низу свитшота. Для этого я пришиваю его на эвролоке. Также манжету можно пришить на обычной швейной машинке, используя прямую строчку. Но при этом не забудьте в обоих способах растянуть манжету между булавками. А сейчас я покажу, что делаю с хвостиком нитки, который остался у меня при пошиве на эвролоке. Я заправляю его с помощью вот такого крючка. Дело в том, что хвостик нитки эвролока нельзя обрезать, потому что он распустится и строчка может потом распуститься. Поэтому я прячу его вот таким аккуратным способом. Далее я буду обрабатывать срез низу рукава. Для этого также использую манжету и пользуюсь точно таким же пошаговым принципом, как и по низу свитшота. Здесь будет сложность лишь в том, что манжета здесь намного меньше. При этом я также ее растягиваю, как видите, на низе рукава и распределяю равномерно с помощью булавок. Продолжение следует... 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 Последний срез, который у меня остался, это срез горловины. Соединяю его точно таким же способом, деля на 4 равные части. При этом шов по обтачке горловины у меня остается на середине спинки. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А сейчас вы видите в работе мою любимую круглую подушку, которую очень хорошо использовать при пошиве вот таких круглых выпуклых срезов. На обычной гладильной доске к этим срезам вы просто не сможете подобраться, а на такой подушке для ВТО такие срезы будут обработаны более качественно. Ну вот мой свитшот готов. Несмотря на его оригинальность, его можно использовать как базу. Если вам понравился мой мастер-класс, ставьте лайки. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok